Слава нашему Господу, что Господь подарил для нас еще один день, в который Он будет совершать с нашими сердцами свою работу. Каждый из нас сегодня прожил определенный отрезок времени, и сегодняшний день что-то нам принес. И может быть для кого-то в сегодняшний день было трудно решать вопросы или отвечать на вопросы в силу того, что недостаток знания слова, может быть недостаток знания священного писания, может быть трудно было где-то найти это место священного писания. И потому Господь сегодня дал нам еще один день, чтобы Слово Господне прозвучало для нашего сердца. Вполне возможно, что сегодня для кого-то будет дан ответ на определенные вопросы. И мне, когда молились почему-то в сердце, звучали слова одного псалма – еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой надбездный перевал. Я думаю, если бы Господь не говорил к нам свое святое божественное слово, то, наверное, многие из нас давно бы сорвались в бездну. Или, может быть, даже не перешли бы перевал, или, может быть, даже не нашли бы путь, чтобы выйти из той или другой создавшейся обстановки. Но мы благодарим Господа, что Господь в наше суетное время выделяет для нас определенный отрезок времени, чтобы мы могли постигнуть Слово Господне. И я нисколько не сомневаюсь, что для некоторых, кто сегодня сидит здесь, сегодня будет время разбора – это короткие минуты, когда вы будете слушать Слово Господне. Вы его сегодня не читали и не слушали, но когда присчитал молитвный дом, то здесь будет звучать Слово Божие. И за это благодарение Богу я нисколько не сомневаюсь, что есть люди, которые живут только тем Словом, которое услышали во время богослужебных собраний. Это не должно быть так. Мы должны уделять каждый день время для чтения Библии, но, к сожалению, для некоторых людей, вот именно наше собрание, и я не имею в виду только разбор слов, я имею в виду все богослужения, когда мы сегодня собираемся здесь, чтобы слушать Слово Господне. Они являются тем единственным временем, когда они могут что-то подчеркнуть из Слова Божие. И за это благодарение Богу. Вы помните, что мы уже давно рассуждали над истинами Божьими и взяли из основания тот символический образ камни, с которыми Бог сравнивает нас, людей. И это было так в древности и теперь так. Потому что мы читаем уже не Ветхий Завет, мы читаем Новый Завет. Мы так называем вот эту книгу, Евангелие, Евангелие, послание, мы относим к Новому Завету. И здесь апостол Павел, и Петр, и другие апостолы, они не обходятся без символов и без сравнения. Потому что невозможно говорить Божьей истины без сравнения с земным. И еще раз напомню, почему Господь сравнивает нас то с овцами, то с камнями. Ну и еще с чем сравнивает. Сами можете вспомнить людей, которые находятся в народе Божьем, но они не на должном уровне. С лисицами сравнивают. Вы помните, так написано. И это не просто Бог обзывается. Он берет черту характера, если она у тебя есть. Но то Он так и называет. И все потому, что то настоящее, во что нас Господь хочет ввести, его невозможно выразить человеческими словами. Нет того эквивалента. Потому что написано, не видел глаз, ухо не слышало. И на сердце то не проходило, что Бог приготовил любящим Его. И для того, чтобы эти глубокие истины, недоступный разум, каким-то образом открыть нам, то Господь делает сравнение. Сравнивая людей со столпами, помните, сравнивая. Сделаю тебя столпом в храме Бога моего. И Его сделаю. И Он уже не выйдет вон. И самыми разнообразными примерами пытается уложить в наше сердце те божественные истины, которые нам необходимо знать, чтобы стоять на этом пути. Но в данном случае мы рассуждали и над щеном, и над соломой. Но теперь камнями занялись. И я нисколько не сомневаюсь, что может быть что-то. Вот то, что связано именно вот с этим сравнением. И говорилось вам. Но оно глубже легло в сердце, когда вы стали рассуждать именно вот с этой точки зрения, как на символы смотреть. Качество определенной задатки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я напомню, с прошлого нашего разбора, что кажется, если я не ошибаюсь, мы остановились на том, что камни, вложенные в дом, могут покрыться проказой. И тогда их надо выламывать. И вот что интересно, если взять духовный дом наш, мы имеем в виду духовный дом, и сравнить с физическим домом, который мы строим, то я думаю, ни один еврей, камень, покрытый проказою, сразу не вложил бы в строение. Если не брали камни, то они брали камни чистые. И вложили их в строение. Но потом почему-то проходило время, и обнаружишь, на этом чистом камне, который когда-то был вложен в строение, проказа появилось. Вроде бы он был под присмотром. Все-таки дом, в нем живут люди. Вы сами, наверное, знаете, говорят так, что в доме должен кто-то жить. Он тогда будет стоять дома. Если его оставить без хозяина на несколько лет, он очень быстро вращает. И когда мы ведем речь об этих камнях, которые вложены в дома, то, наверное, речь идет о тех домах, где живут люди. И тем не менее, почему-то по определенным причинам проказа появлялась. Она выступала на этих камнях, и эти камни, священник ставил диагноз, определенные ритуалы совершали. И уже если после определенных ритуалов совершенных, определенных времен, если с этого камня не исчезала эта проказа, то его просто выламывали и выбрасывали туда, где-то на свалку. Вы скажете, как это отнести к нам? Вы знаете, очень просто. Когда мы проходим к Господу, каемся, кровь Христа омывает нас, мы становимся теми камнями, которые Бог вложил в строение. А потом проходит время, что-то где-то, мы кому-то не понравились, нам кто-то не понравился, мы где-то не так поступили, в отношении нас неправильно поступили, после они сделали неправильный вывод и начали загниваться внутри. И после говорят, очень часто повторяют так, говорят, хорошая сестра или хороший брат был вначале, и что с ним теперь стало? Проказой покрылся. И уже стоит вопрос, что надо что-то делать, надо что-то совершать. Вы помните, я в прошлый раз говорил, откуда это все берется? Я уже взял нить, ткань на основе и на утку это проказа. Но что я сегодня хотел бы сказать каждому из нас, в том числе и себе, есть одно предупреждение, которое я хотел бы сегодня высказать, именно в связи с этой темой. Если кто стоит, то береги что. Мы иногда думаем, что настолько крепко стоим и забываем, что Библия говорит, если кто стоит, то берегись, чтобы не упасть. Вот знаете, как это просто и легко. Где-то не сбодрствовал, где-то подошла обида, где-то посчитал, что-то по-своему рассмотрел, по-своему рассказал, по-своему воспринял, и все. И самым незаметным образом грех начинает подтачивать сердце, если бы это было видно сразу, то, может быть, кто-то принял бы меры. Но не всегда это видно. И когда уже все это выходит наружу, то человек иногда настолько, оказывается, изъеден изнутри грехом, что уже трудно поправить. Трудно поправить. И я бы хотел, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание, потому что о чем бы ни говорили, и как бы мы ни рассуждали, нам надо бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать и бодрствовать. Иначе немножко, если бы еще это было грубо как-то, если бы это было резко, то, наверное, многие вовремя опомнились бы. Но когда-то потихонечку, когда-то наслаивается по граммам, а впоследствии и тоны появляются. Человек не видит это, а когда уже опомнится, иногда приходится принимать самые экстренные меры, самые радикальные, так сказать, служения, которые только написаны в Библии, чтобы помочь этому человеку. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня вспомнить о священном проказе. Я там дальше немножечко пойду. Один момент, как ставили, еще раз напомню. К сожалению, я не догадался выписать текстовые фрагменты именно вот этого анализа или диагноза, который священник ставил. И прежде всего, друзья, я хочу напомнить, что диагноз на проказу ставил только священник и больше никто. Наверное, были врачи в Израиле. Была медицина на определенном уровне. И вообще говорят, насколько я, допустим, знаю из прессы, медицина была на довольно высоком уровне. И в Израиле говорила, что люди запотопны, ничего не понимали, ничего не знали. Но вы знаете, когда сегодня посмотришь то, что они умели, даже серебряные тонкие нервы заменяли, на мозгу операции делали, то, наверное, что-то знали. Так просто в голову не полежишь. И никто не разрешит это делать. И, ну, не с таком уровне. В то время, когда Моисей жил, был уровень медицины в Израиле или где-то, по-разному рассуждают сегодня люди. И врачи были, наверное, были. Но диагноз на проказу ставил только один священник. Вы знаете, что это значит? Сегодня грех можно определить и назвать его грехом только на основании Слова Божия. Если Слово Божие говорит, что это грех, значит, это грех и точка на этом. Мы сегодня пытаемся подкорректировать, пытаемся что-то сегодня поменять, как-то по-другому взглянуть на вещи и на грех с точки зрения современности, но грех очень древний и он нисколько не поменялся. И Слово Божие тоже нисколько не поменялось, потому что Иисус Христос не поменялся. Вы помните эти слова, которые мы и сегодня читаем? И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, что грех и что не грех, определение дает только Слово Божие. Ни мораль современная, ни современная философия, ни современные усилия, как-то примирить современную культуру со Словом Божиим, ничего все равно не получится. Я бы очень хотел, чтобы в этом вопросе мы особое внимание уделили именно Слову Божию. А не тому, что нам хочется, ни тому, что нам кажется, ни тому, что мы можем аргументировать что-то, свои позиции поддерживать. Вот это вот. Было так, но сегодня не так. Ничего подобного. Грех древности является грехом из современности. И ничего нового нет. Слова разные. Термины сегодня новые введены. А сама сущность осталась той же, которая была в древние времена. И мы сегодня благодарим Бога за то, что имеем эту Библию. И Священное Писание говорит, если появилась язва на теле, то индикатором был волос. Вы помните? Индикатором был волос. Если волос изменится на желтый, и второй признак, если язва углубленная, то значит, это язва проказы. Если волос не меняется и на поверхности, это может быть паршивость, это может быть еще что-то, но это не проказа. Поэтому я чего не хотел бы сказать. Помните, я в прошлый раз говорил, если у вас в жизни что-то может быть такое неприятное, что-то отрицательное, но оно бывает раз в год, раз в 10 лет, то Библия говорит, это еще не проказ, это может быть ошибка в самом деле. Но когда эта ошибка повторяется каждый день по несколько раз, если прородаться годами, то это уже никакая не ошибка, это язва проказы, это грех живущий. А поняли меня, что я хотел сказать? Это уже не ошибка, это не недостаток, как мы сегодня называем, или говорят, у меня такой характер. А что такое характер? Если его надо оправдывать, то это очень плохо. Если такой характер, который оправдывать не надо, если уже я говорю, что не трогайте меня, или простите, у меня такой характер, ну тогда уже измените, немножко надо по-другому посмотреть на эту фразу, на это выражение. А что это значит, что у меня такой характер? А что это плохо? И Господь желает, чтобы у нас был шейхарактер. Христов, мы никуда не попадем со своим характером. Никакого оправдания не будет, потому что Господь сделал все для того, чтобы мы поменяли свой характер. Он помогает его менять. Но если мы его защищаем и им довольны, то как он менять будет? Эту дьяволу он никого не спрашивает. Он меняет характер на свой, хотите вы или не хотите, он ломается у дверника, он не спрашивает. Бог так делать не будет. Если вы согласны и признаете, что у вас скверный характер, его менять надо, то умеете с Господом молясь, прощая, милости, вы будете менять свой характер. Но если вы будете защищать, то куда? В ад со своим характером все пойдут. Там для каждого характера будет место. А в раю только один характер должен быть Христов. И никаких оправданий, никаких извинений, ни на прошлую жизнь тяжелую, ни на истрепанные нервы, ни на то, что у вас там пьяньте живет под боком. Разницы никакой нет абсолютно. какая разница? Но характер не тот, которым Господь хотел бы видеть. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы у нас был характер Христов. Чтобы нам не надо было думать что-то проказа, не проказа. И чтобы не надо было нас, как камни, в будущее время выламывать из строения и выбрасывать туда на свалку. А следующее, на что я хочу обратить внимание, на один из моментов вот этого вопроса. Я когда-то этот стих говорил, напоминал его, сегодня я его еще раз напомню. Книга Бытие, 11 глава, 3 стих. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Если вы немножко помните прошлый разбор, то Мащей, то поществу Иисус Навин, когда они брали по числу сынов Израилевых 12 камней, одни на море, другие брали со дна Иордана, он говорил, обмажьте их известью. И очень ясно, а известь белая, напишите слова закона, чтобы читающий мог легко прочитать. Вы помните, я говорил, и белизну продает, и самое главное, что известь это связующий материал между камнями, когда ложат кладку. Наверное, и сегодня то же самое, но немножко добавляют что-то. Есть варианты именно вот этой смеси, на которую ложат раствор, на которую ложат камни, скрепляют. Я обречу внимание вот на одну истину. И будут народы, как горашкая известь, как струбленный черном не будут сожжены в огне. И еще один стих. Исайя 27 глава, 9 стих. И через это загладится беззаконие Якова. И плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит куски извести, и не будут расстоять дубравы и стуканы солнца. Вы заметили одну истину, и Господь это требовал от Якова, от его народа, который брал камни, и из него делал себе истуканы, и места поклонения. И Господь говорил, если он эти камни обратит в известь, то он получит благословение. Вы сегодня скажете, при чем здесь мы, при чем здесь известь. Вы знаете, друзья, мы как люди должны быть связующими звеном и друг с другом и с другими людьми. Вы поняли, что я говорю? Сегодня есть такие люди, которые, я в прошлый раз напоминал, которые поговорят и пощают разделение между двумя или тремя. они разделят. А они должны так пережить себя, чтобы стать связующей известью. Вы меня сейчас понимаете, что я хочу сказать? Вот еще он сделает так, что эти камни будут не камни, которые нечем скреплять, а станьте друг друг как известь, скрепляющая одно, но пережгите свое все. Если то идол из камня идолы сделаны, то вот если он пережет камни идолов известь, то получит благословение. Как бы я сегодня хотел, чтобы мы с одной стороны были драгоценные камни, имеющие определенные качества, а их очень много названо было, но с другой стороны, чтобы в огне Божьем настолько были расплавлены, чтобы могли соединять друг с другом и сами крепко держаться друг друг, как это известь, на которую ложат кладку. Наверное, много еще работы нам нужно сделать над собой с помощью Господа. И Господу над нами работает, чтобы мы с одной стороны были твердые камни, а с другой стороны были связующие звено друг с другом. Твердости нас хватает чтобы отстоять что-то свое, но чтобы одновременно быть как известь, которая связывает и белое, и скрепляет, вот этого не хватает. Вот почему мы говорили о качествах, епископ должен быть такой, 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 здесь и как камень очесленный, никуда не в праву и не влево, а с другой стороны чих и миролюбил. Вот с этими качествами можно соединять. Эти качества не отвергают, не отталкивают. Я еще раз прочитаю эти, наверное, я смотрю, некоторые недоумением смотрят, постараюсь еще раз прочитать текст. Книга Исаии, 27 глава, 9 стих. И через это загладится беззаконие Якова. И плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников. Он обратит куски извести, и не будут уже стоять дубравы и стукан солнца. Наверное, это непросто, но огонь Божий умеет это делать. Еще один текст читаю. Амос, 2 глава, 1 стих. Здесь уже не столько идет речь о камнях, сколько об извести. Но это то, что камень с камнем скрепляет. Камень на камень никогда не ложили просто так. Если в Соловьонном храме так делали, то там обшивали кедровыми досками, если вы помните. И настолько мощные и тяжелые повесы, что их просто-напросто сдвинуть невозможно было. Так говорит Господь, за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости цара Едомского извести. И опять извести. Даже кости Едомского царя пережег в извести. С одной стороны камень можно пережить мизь, с другой стороны кости цара Едомского. Едом это признак закона и так далее. Потом Кенесава. Я не буду на эту тему распространяться. Но огонь может делать все. Тем более Божий огонь. Вы помните, когда пророк Ильян жертвенник поставил из камней, то что огонь Божий сделал, когда опал с неба. Говорит, пожал еще, и воду там, и жертвенники камней. Поэтому ищем доверяем этому огню Божьему. Этот огонь сделает работу. Но надо сказать, когда огонь Божий что-то пережигает, это очень больно, неуютно, и не очень-то хочется быть в этом огне. Многие его не выдерживают этого огня. Многие уходят, пытаются обогнуть как бы это место, где переплавка идет. Но если мы не устоим, если мы не захотим, чтобы Господь нас пережег или переплавил, как хотите, подберите себе то, что вам угодно подобрать, то мы не попадем в святую вечность. Потому что написано, туда ничто нечистое не войдет. Так написано? Так. А к кому-то отнести надо. Ко всем без исключения. Ко мне, ко всем вам, к любому. Туда ничто нечистое не войдет. Поэтому Господь переплавлю, испытаю и так далее, и так далее, и сделаю способным быть положенным в это прекрасное строение, которое есть в Церкви Христовой. Следующее, на что я сегодня буду обращать внимание, может быть, тут несколько будут необычные мысли, но я читаю в книге Иисуса Навина, 15 глава, 6 стих. Это место, по сути дела, география, но тут есть один камень, на который я обращу внимание. Отсюда предел восходит гибель в Хогле и проходит к северной стороне Беф-Аравии и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова. В Библии нет ничего, что было просто так написано. И само слово Бога переводится «большой палец». Рувим это первый сын у Якова. И он потерял свое первородство. Был ослаблен плотью. Помните, блуд там сделал такой. Но тем не менее, несмотря на то, что он был ослаблен плотью, но когда пришло время защищать Иосифа, то один Рувим был на стороне Иосифа. в это помните. Все остальные, кто убить, кто продать, а он все делал для того, чтобы ослаблен плотью был. Он один, а их армия целая. Что он мог сделать? Это проброз закона. Вы помните, закон был ослаблен плотью, но тем не менее, по закону все были осуждены за распятие Христа. Вы помните, закон требовал возмездие. Но я обращаю внимание, камень Бога, большой палец. Вы знаете, что когда священник совершал ритуал с кровью освящения, то должен был покрапить на большой палец ноги, на большой палец руки. Вы помните? Поэтому наша сила, как сила камней перед Господом заключается в крови крапления, крови Христа. Это опора наша. Вы найдете один из текстов Писания, кажется, в книге Судьи первая глава, точно не помню, просто иногда не догадаешься, что надо пересмотреть точно. Но там вождь народа израильского спрашивал, вот чих царей пальцы им большие подсекал на руках и ногах, помните? И они сказали, говорят, чем царей с отчетченными на руках и ногах большими пальцами ползали под нашим столом, и сегодня нам Бог воздал тем же. Что я сегодня этим хочу сказать, друзья дорогие? большие пальцы на ногах и на руках это опора. Я знаю людей, которые служили в армии и у них подмораживали пальцы, в Щибире служили, большие пальцы. Как они плохо ходили, несмотря на то, что все пальцы были на месте, одни большие пальцы на ногах были отняты. Они ходили как утки впервые, их опоры не было. Человек, который забывает о крови Христа, который не вщерда помнит, что его спасение в крови Христа, что это самое основное, что мы не должны забывать. Этот человек неосновательный, этот человек без пальцев, этот человек шаткий, этот человек не думающий о будущем, это духовный инвалид. Если мы сегодня что-то делаем и забываем, что сначала надо подумать, потому что за нас была пролита кровь Христа, и вдруг за это дело не надо будет просить прощение у Господа, мы далеко не зайдем. И в священное Писание говорит, предел и до камня Бога на большой палец, на котором кровь крапления. я хотел бы, чтобы в нашем сознании мы всегда помнили, что без крови Христа мы ни на что не способны, мы ничего не можем делать, мы люди беззащитные, и потом очень хотелось бы, когда мы только согрешаем, чтобы не ждали вечера, а тут же сразу просили прощения у Господа, и не забывали, что нашей защитой постоянно является кровь Христа, или другими словами, не биологическая кровь Христа, а духовная, Дух Святой, чтобы всегда ставили в нашей жизни на своей сердце ограду крови Христа. Наверное, я немножко задачил вас вот этим выражением, но я вам напомню, а вы можете там проверить о первом послании Яна. Ибо три святятя на небе. Помните порядок? Отец, Слово, и что дальше стоит? Святой Дух. И три святятя на земле. Что? Вода, и что дальше? И кровь. И там, где в духовном мире стоит Дух Святой, то на земле это кровь. Поэтому сегодня для нас, когда мы говорим об ограде крови Христа, мы имеем в виду Дух Святой. А грехи уничтожает именно биологическая кровь Христа. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день наша опора была основана если дело касается прощения грехов, то не на наших хороших делах, которые мы хотим загладить, прошлый грех спрятаны. Есть такое заблуждение. Человек делал грех, его очень трудно открыть. Это такой грех, который отлучить могут, наказать могут. Он ходит с ним и думает, ну все, этого греха больше не будет. Буду делать доброе. Я надо буду идти. Что надо буду делать? Что надо сказать, скажу. И как-нибудь заглажу этот грех. Друзья мои, это не опора. Опора в раскаянии и в действующей по раскаянии крови Христа. Вы меня хорошо понимаете? Но не в наших добрых делах. Добрыми делами вы никогда грех не уничтожите. Грех уничтожается только кровью Христа. И если вы сегодня думаете по-другому, то уже у вас нет того пальца. Не на что кровью кропления кропить. Понимаете, хорошо меня? Может, я немножко трудновато говорю, потому что немножко сложноватый материал. Можно сказать, попроще. Мы попроще не один раз слышали, и многие забыли про это. Но я немножко посложнее, чтобы можно было подумать. Но давайте. Мы еще живы на земле. Если где-то нам враг очек этот палец большой, то Бог его нам назад вернет, если мы покаемся. Не знаю, кто-нибудь когда-то увидит на земле, как отрастают обрубленные пальцы. Нет, не знаю. Но в духовном смысле с того, еще не можно все поправить. С чего не можно вернуть. С чего не можно обратиться, говорю, вспомни, откуда ты не спал. Помнишь, там есть написание? И покайся. Вспомни ту высоту, на которой ты стоял. Сравнись с тем положением, которое сегодня есть. И покайся. И Бог все восстановит. Бог все вернет. Следующее, на что я обращаю внимание. Мы очень часто вам невнимательны, когда Бог каким-то определенным образом стучит в наше сердце или достигает его. Не всегда Бог говорит нам словами. Он иногда говорит обстоятельствами. Он иногда говорит нам через наше здоровье. Он иногда говорит нам другими способами. У него есть новый способ говорить. Вы помните священное писание написано Бог многократно и разнообразно говоривши из древних пророков. А его говорит. Бог говорит однажды. Если того не заметить второй раз, третий раз, во сне, в нашем видении, когда сон находит на людей. Но когда все это не достигает цели, он начинает говорить жестокую боль в костях. Вы помните? Это тоже очень сильное слово Господа. Если от слова мы отмахиваемся, ах, то кто его знает, кто сказал, да вообще и надо бы, да время поменялось, да зачем это все старомодное, но когда жестокую боль в костях говорить, уже так отмахиваться не будешь. Уже так не отмахнешься просто. Сначала будет ай-яй-яй, ай-яй-яй, а потом Господи прости, что ты от меня хочешь. Но то лучше это сразу, Господи, что ты от меня требуешь, что я заболел или заболела. Но у нас сначала как мы делаем, я тут наблюдаю сегодня, когда что-нибудь постигнет, мы не спрашиваем, Господи, за что, почему, а Господи исцели скорее. Так, правда? Первый это исцели, но голову не приходит, а почему, а почему ты ко мне это пришло? В Библии написано, ничего так просто не бывает, и без воли моей и волос головы не упадет. Так написано, правда? или любящим Господом, призванным по Его изволению, все соответствует ко благу. Ну, конечно, когда сильно болит, а то не будешь сказать, аллилуйя, а то мне ко благу. Мы просимся, мы молимся, но правильный подход, почему? Я знаю, что на все почему Бог не ответит. Но когда дело касается нашего характера, когда дело касается исправления, обязательного ответить, он для этого это делает. Ну, придет время, мы и умрем. Написано, есть болезнь к смерти, ты уже молись, не молись, придет время, все умирать, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, первый вопрос, который должен стать ребром, почему и для чего? И, наверное, самое главное, и самое опасное, почему-то нельзя проигнорировать, довольно часто причина в нас бывает, корень зла в нас, исправление надо. И поэтому с этой точки зрения этот вопрос, и вот такой путь, он не будет лишним, а будет правильным, не будет ложным, а будет тот порядок, который и надо, чтобы он был в жизни. И поэтому читаю один из текстов писания, первая книга царств, 20 глава, 16-20 стихи. Так заключил Иенофан завет с домом Давида, и сказал, да узыщет Господь сворохов Давида. И снова Иенофан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иенофан, завтра нам обещать и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято, поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель, а я в ту сторону пушу три стрелы, как будто стреляю в цель. Конечно, вот то, о чем я теперь буду говорить, наверное, и Давиду, и Иенофану, было трудно понимать так, как мы с чего не можем понимать. Они, наверное, не думали, что о них будет у Библии написано. Они не знали, что они такие личности, которым где-то 21 век пойдет, и где-то в Белоруссию барановича будут читать в Библии, что был Давид, был Иенофан, была вражда между Давидом и Саулом, Иенофан будет стоять на стороне Давида. Им трудно было это понимать, но говорят, сядь у камня Азель. Они не хотели разлучаться. Иенофан очень любил Давида. Написано, полюбил как свою душу. Отдал ему свою одежду, отдал свое оружие. А отец бунтует. Отец не может воспринять Давида как помазанника Божия. Ему чуждо само присутствие Давида. И Иенофан пытается уговорить Давида, чтобы он не боялся. Говорит, я выведу, не может такого быть. Но приди ко мне камню Азель. А Азель означает разлука уход. И там и была разлука впоследствии. Правда? Вы помните, что Давид не ошибался. И когда они встретились, он там тайну где-то наблюдал, смотрит, стреляет Иенофан, а стрелы летят дальше отрек. Это означает уходи. Разлука. Если бы не понимали все, это можно было бы не делать. Но я понимаю, почему я предварительно и экскурсию повел туда. Они не могли этого знать. А все-таки приди ко мне к камню Азель. А камень Азель разлука уход. И они разошлись. Правда, после встречались, встречались тайно. А потом была гора Гелвой, где погиб Саул вместе с Иенофаном. И это была разлука. Но на земле это навеки и навсегда. Убешенность, может быть, они встретятся в одном месте. А для земли все. Разлука, уход. Вот как часто Бог говорил для нас, но нам это непонятно. Вы помните, я когда-то говорил, когда говорил о конфликте поколений, я напомнил, когда к Давиду привели Ависагусу на Метянку. Помните? Он там хотел, Давид, согреться, было уже старо, хотел немножко побольше на царстве побыть. Ависагус сначала отец заблуждается, что ты не согреешься, тебе надо царство передавать, ты не сможешь управлять больше им, но он пытался что-то делать, ему проводят эту девицу, а ее имя Ависага, отец заблуждается, ну подумал бы в то время, почему-то мне девицу с таким именем, но сегодня мы не знаем этих имен, что-то так, но на самом деле он в то время знал вот из первых этих имен, это были евреи, это еврейские имена, это не римские, не греческие, это не филищинские имена, это еврейское имя, отец заблуждается, когда на нашем пути есть камни, камни преткновения, камни, ну какие еще камни могут быть у нас, переживания большие, наверное, этим Бог что-то нам хочет сказать, сказать, иногда мы рвемся, один из братьев говорил так, это был довольно высокопоставленный брат, он говорил так, я что намечаю, я делаю, и делаю до конца, и если у меня не получается, то я знаю, что это Бог против, немножко странный подход к познанию воли Божией, правда? Ложу все усилия, теряю силы, делаю, стараюсь, и уже если не получится, ну, значит, Богу это не угодно было, вы бы хотели так руководиться? Вот когда я упираю в щену, уже я тогда понимаю, что Богу это не угодно, ну, а времени сколько прошло? Да как человек, он был за собой людей, и все остальные это делали, что он делал, он не писком был, вы понимаете, что я говорю? Поэтому увидел, не получается, ну, достань, а может не надо, нет, пока я не упру камень, как в щену, я нет с тобой, и только тогда я делаю вывод, что Господу это не угодно. Очень интересный подход иногда в людях, мы такие странные люди, когда-то я обещал с одним из братьев, таких высокопоставленных, говорю, хорошо, вот вы против этого человека имеете что-то, я знаю, что он прав, он не прав, а что будет в конце концов, если впоследствии окажется, что он прав, а вы не правы, а что, попрошу прощения, да и все, ну, как просто все, когда человеку нужна помощь, он противится, а когда он узнает, этому самому надо пробиваться, самому делать, а он вообще поймет, я просто попрошу прощения, да и все, и вся проблема будет решена, это же не выход, это же не подход к делу, это же не та линия, которой надо держаться, так легко, ты делай, я тебе буду мешать, а если ты добьешься успеха, Бог был спят, прости, брат дорогой, что я тебе мешал, вот, вот так часто мы думаем и рассуждаем, поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обращали внимание, следующее, тоже интересно, еще один камень, и опять-таки он очень много говорит, третья книга царства, первая глава, 9-10 стихи, и заколол Адония, овец и валов и тельца у камня Зохилет, что и источник Карагель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя, со всеми иудеянами служим живым царя, пророка же Нафана и Ванею и тех сильных и Соломона брата своего не пригласил, вот еще один человек, который хотел корону получить царскую, и вы знаете, к какому камню он позвал, где он хотел короноваться Зохилет, который означает жмей, ну, наверное, опять я говорю, был бы я на том месте, наверное, так же поступал бы, как все, но сегодня уже задним числом, мы всегда задним числом, мы все умные, и я сегодня так рассказываю, как умный уже, ну, зовет камню Зохилет, который означает земли, ну, куда вы идете, нет, пошли, а эти имена не тогда были даны, когда уже Библия писалась, это же не всегда были такие в то время, но, тем не менее, шли к этому камню, и впоследствии помните, что, наверное, я не вспомню, сколько там минут, это Адония царствовал, а потом, когда узнал Соломон, что такое случилось, он говорит, тут же, все, говорит, немедленно, все, первород в государстве, по сути дела, был, и не успел, что все тут порадоваться, а что там за крики, говорит, господин наш царь Соломона посадил на трон, и теперь ликование такое, вот там, пожалуйста, у камня, который называется жмей, это все временно, это радость не настоящая, это радость временная, проходящая, которая после плачем большим обернется, и вы помните, как полетели в голову впоследствии, потому что это делали у камня захилет, который переводится как змей, мне очень хотелось бы, чтобы мы обращали внимание на эти знаки в нашей жизни, на эти камни прескновения и другого рода действий, которые Бог производит, чтобы нас остановить, чтобы впоследствии, хотя бы покаяться могли толково, до головы не лишились. И согласитесь, на сегодняшний день, когда мы просмотрим нашу жизнь прошлую, уже с сегодняшним разумом, с сегодняшним опытом, то мы не раз видели, как Господь мешал нам, ставил эти камни прескновения, а мы шли, добивались, а после плакали, а после плакали, потому что это был не крест, это было бремя, которое сами взяли на себя и которое впоследствии очень трудно было сбросить назад. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, дал нам милость, чтобы мы на все обращали внимание, не только на себя, как на камни, как драгоценные, но и простые, необчесанные, но и на знаки, как камни, которые Господь ложит перед нами. Я вот положу перед ними камень прескновения, помните? Камень положу. Господь называл вот свои действия такие камни прескновения, что человек мог подумать, почему? Почему при всем моем желании у меня сегодня нет того, что я хочу? Почему эти камни в сегодняшний день? Читаю дальше. Это уже будут камни другого рода, из которых храм Соломона устроился. Третья книга царств, пятая глава, семнадцатый стих. И повелел цар привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные. Обчесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и ювлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Наверное, здесь я вам нового, пожалуй, ничего не скажу, но в строение укладывались камни уже обтесанные. Мы хорошо понимаем, что храм Соломонов, который строился с чем лет, это пробыль церкви, которая пройдет на земле, с чем периодом ее строительства. И наше время, это время, когда еще Бог обчесывает наши камни. И если ко времени перехода в вечность, или ко времени отшествия из земли, когда Христос пройдет, и мы не умрем, если мы не окажемся отчесанными камнями, то никто нас в то строение не вложит. Туда укладывались уже обчесанные подогнанные камни. И, говорят, настолько они были плотно подогнанные, что трудно было лезвие брыбки сегодняшней нашей туда подложить. Настолько было плотно все. И, говорят, когда эти камни складывались в строение, там уже часла стука не было. Там все было тихо и спокойно. Но меня интересует один вопрос. Кто обчесывал работники Соломоновы и работники Хирамовы? А Хирам это был царь Чирский. А царь Чирский это пробраз дьявола. Эти работники вместе работу делали. Соломон пробраз Христа. А Хирам пробраз дьявола. А Библия говорит, чесали и че и другие. И нас тоже так чешут. И че и другие. По-разному это бывает. Но таких работников очень много. Которые мы Хирам пользуемся сегодня. Это ложь, это клевета, это зависть, это бунтарство различного рода, это недоброжелательство. Это инструмент не Божий, братья мои, сестры. Это инструмент не Божий. Это инструмент царя Хирама. И наверное таких работников бывает больше, чем Соломоновых, да? Да они кругом, пожалуйста, таких работников. Их в церкви много. И у креста они стояли. Были которые плакали, а были которые распинали. И сегодня так. И если учесть, что эта работа полезная, то надо таких людей благодарить, да? Сказал обидное слово, благодарю тебя, брат, что ты так меня обозвал хорошо. Ты меня хорошо чешешь, как рашпиль, как топор какой-нибудь, постоянно. Но у нас так не получать, потому что это больно. Это больно. Но на самом деле это так, Бог это допускает. Ну что, если Слово Божие не чешешь, то надо по-другому чесать. Если Слово Божие не поддаешь, то чем тебе еще чесать? Надо тебе в шипты поставить хорошие, хорошим дать, дубины хорошие дать. А у нас чего не хватает? И топоров, и дубин хватает, чего хватает? И отчесывают. И вы знаете, что вот такое сотрудничество в общем-то и сотрудничество назвать не знаю как. Бог никогда не заключал с дьяволом договор никакого, чтобы он чесал. Но он такой, что он все равно будет чесать. Бог просто допускает, чтобы не глубоко чесанул, чтобы не отбил то, чего не надо. А вы помните, что он Ио был праведник. Ио был праведник, но Бог в нем нечто видел. И после Ио сам признался, и я говорил, говорю, то, что не знал. А теперь отрыкаюсь прахи и пепли. И помните, когда дьявол требовал, то Господь говорил ему, все это ты можешь забрать, но душу его сбереги. Вот твой топор и твое острое может пройти вот по этой территории, а дальше не имеешь права. поэтому если сегодня хирамов топор кого-то чешет хорошо, и меня может быть, то знайте, что он все равно ограничен. Он больше не сделает, чем Бог ему позволит сделать. Но обчешет хорошо. Многие из вас, если не побывали в руках этого хирама, вы бы никогда не покаялись бы. Но он такую работу с вами сделал, что стоял выбор или голову в петлю, или этим пятьдесятникам негодным, которые говорят, что они с рогами, они жертву приносят, но уже выхода не было. Нет выхода. И это сделал хирам. А Бог принял вас такими, какие есть, и сделал камнями, за что благодарение Богу. Знаете, что я этим хочу сказать? Чтобы мы не обижались на тех людей, которые так много вреда делают. Так что есть причина на это. Есть на это причина. Или обидчивые, и вас и будут обижать. И никуда вы не денетесь. Покуда не перестанете обижаться, вы знаете, как люди делают? Вы наверное переходили с работы на работу. Я однажды говорил вот эту истину. Первое, что делают? Ну, всем же хочется посмеяться с кого-нибудь. Они начинают с вас насмехаться. И дай Бог вы обиделись. Все, ищите следующее работы, все время будут смеяться с вас. Чтобы поняли, что на вас можно посмеяться с вас. С вас можно что-то вытянуть. Но если вы устояли, поглядили, не получается, перестанут делать это. То же самое и обиды. То же самое и проблемы другого рода. То же самое и некоторые вопросы духовного характера. Очень часто Господь делает по принципу, который мы знаем. Клин клином вышибают, да? Но американцы так и болезни лечат, простудные. Говорят, заболело горло? Холодной воды со льдом. Наши эмигранты говорят, как, надо горячее. Ты пей, что я тебе сказал, а остальное это моя работа. Вот они так лечатся. Если мы сегодня обидчивали нетерпеливые, то если Бог захочет вас спасти, то вы нигде не найдете мидца со своим пороком, покуда от него не избавитесь. Вас будут чесать. Вас будут находить люди, которые умеют выводить из себя. Если вы очень легкие до обиды, будут обижать, покуда вы не перестанете это делать. И Священное Писание говорит, камни очесывали работники Соломоновы и работники Хирамовы. Третья книга царств. Еще одна мысль. 6 глава 18 стих. На кедрах внутри храма были выразены подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром. Камня не видно было. Вот интересно. Почему же то камня не видно было? Зачем было закрывать кедрами с огурцами? камень это наше основание, это наше твердое понятие, сердце наше. А от сердца нашего зависит и наружность наша. И Бог делал великое дело. Наше сердце скрыл внешностью. Но хочет, чтобы и внешность, и внутренность наша соответствовала одна другом. Такого не может быть, что беспорядок на внешности, а внутри порядок. Или беспорядок внутри, а наружу полный порядок. Такого не бывает. Оно может быть определенное время, когда человек скрывает что-то. Но как бы ты не скрывал, однажды наступит время, когда все внутреннее обнаружится и выйдет наверх. А врат шило в мешке не утаишь. И играть роль христианина долго не будешь. Можно некоторыми это делать, но это скоро надоест и уйдешь. Поэтому Господь здесь напоминает, чтобы мы наблюдали за сердцем нашим. Мы очень часто довольны чем? Не хочется идти в собрание, не хочется молиться, но мы идем. Мы хорошо делаем, что идем. Но если мы только на этом останавливаемся, мы очень плохо делаем. Вот только поймите, что я хочу сказать. Вам самим надо сказать, потому что этот камень закрыт кедровыми досками. Вы хорошо огурчики можете выразать на себе. Сделать приятное лицо, когда сюда приходите. Но весь смысл в том, чтобы не прикрывать внутреннее, а сказать помоги мне, я ходить то хожу, но я не знаю завтра ли приду. Сам камень то скрыт, покрыт досками кедровыми. И я думаю, многие из тех, кто отпал, ну естественно, некоторые просто проходили. Кто из-за гуманитарки проходил, кто жениться захотел, да не удалось кому-то и удалось, еще они плашут эти сестры, могут прийти, могут выйти вперед, склонить колени, и даже крещение принять могут. Но долго ходить не будешь, если нет соответствия наружности и внутренности. Но есть и те люди, которые искренне хотят служить Богу. Но почему-то есть проблема. Они понимают головой, но сердце не пролепляется. И если этого не раскрыть, если не попросить помощи, можно очень легко и просто отпасть. И стать тем камнем, который был вложен в строение, но из-за проказа выступившей, взяли, выломали и выкинули после. Его может и сам вывалиться. Я очень хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Следующее местописание, на которое я обращаю внимание, это книга Плач Еремии. Как потускло золото. Четвертая глава, первый стих. Изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Когда люди стоят на перекрестках, есть перекрестки, которые вообще это временное явление, и они не проносят вреда человеку, они не лишают его силы Божьей. Есть перекрестки, которые с грехом связаны. У нас перекрестков очень много. Если мы христиане, Господь предлагает нам идти прямым путем. Но если почему-то вот эта власть Божества для нас потускнела, мы перестали верить, что если будем жить чисто и свято, то Бог все равно благословит нас, будет насушен хлеб, будет до хлеба. Бывают такие временовременные испытания, и вдруг предлагают, ну, вроде такое, знаете, ни черное, ни белое, черненькое. И человек становится на перекрестке. Что делать? или мне исполнить волю Божию, вплоть до того, чтобы лишиться куска хлеба, или швернуть немножко, остаться с доходом моим, остаться с моей работой, но уже вина будет лежать на мне. камень. И уже этот камень, особенно если он несет служение перед Господом, он уже не будет сиять таким шведом, каким он должен сиять. Он стоит на перекрестке. Он не знает, куда двинуться. Он находится в некоторых случаях, до отчаяния доходит. Вы поняли мою имя, которое я сказал? Камни швятилища. А кто ж мы, как ни камни швятилища? Именно вообще мы созидаем жертвенник Божий. Именно мы все должны молиться имя чистого, чтобы был пред лицом Господним. Но скажите, что очень часто таких перекрестков бывает много в жизни. Что делать? Или мне остаться чистым и святым и бедным, или мне богатым, но грешным? А для нас это вопрос номер один. Это не второстепенный вопрос. Это вопрос не отвлекшенный. он напрямую будет влиять на нашу жизнь и на нашу власть. И вам помните говорил, что власть свою Бог не даст тому, кто шатается, кто не имеет определенного направления. власть божия побеждающая. И как только человек начинает не туда клонить, эта власть уже отнимается. Такого не бывает. Вы уловили вот эту деталь, которую я сказал? Да и люди на работах так делают. Если допустим тот же самый начальник, мастер, там бригадир, если не работают за одно, то начальник поддерживает, если он увидел, это делать не то, что надо, предупреждает, потом говорит, слушай, пиши заявление, я с тобой работать не буду. Правда? Что такое пиши заявление на расчет? Отнимается всякая власть. Ты имел власть, но если ты стал делать не то, что надо, не то, что тебя просили, то хозяин естественно не станет тебя наделять на дальнейшее время, ты ему вреда наделаешь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко просмотрели свою жизнь и если где-то было время, когда потирали силу, потирали благословение, нашли тот перекресток, где это случилось. Это случается на перекрестках. Этих перекрестков много, они самого различного рода, но Бог не хочет, чтобы мы долго стояли на этих перекрестках. Следующие камни книга Захарии, 12 глава, 3 стих. И будет тот дель, это всем известное место, мы его часто читали, сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Я буду очень короток, братья мои, дорогие сестры, если я или вы это тот камень, который Бог положил на определенное место, и сам контролирует жизнь, наше местонахождение, его рука лежит, то мы очень тяжелые камни. И не надо бояться, что кто-то нас может сдвинуть с нашего места, надорвутся, никто никогда, если Бог имел конкретное определение, имел конкретные планы, то если люди были на своем месте и служили Господу, то никогда никто не мог повредить. Пытались это делать. Может быть, было трудно и честно, это одна из сторон всего, но они всегда оставались на том месте, на которое Бог поставил. Вы помните, сделал Иерусалим тяжелым, камнем, вот я только что читал, и сам, и надорвут себя. У нас же часто бывает настолько много страхов, настолько много переживаний, настолько много неправильных поступков в связи с этим, что мы просто становимся очень легкими, очень легкими. А легкий камень легко издвинуть, правда? Это тяжелый, почему? Потому что на том месте, где надо, и вес, который Бог дал. Следующий пункт, с камнями тоже. Марка, 12 глава, 4 стих. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. Вы скажете, а здесь что? Здесь вот что, мы все живые камни. Мы все живые камни. И имеем вес. И очень часто именем нашим весом кто-то нечестно разбивает кому-то голову. И так может быть. Вы поняли, о чем я веду речь? Берут чье-то имя авторитетно и говорят, он сказал так и так, так и так, так и так, так и так. Определенному человеку это так тяжело отражается на нем, он просто разбивается в своем разуме. Уловили вот эту деталь? Я не такой же тяжелый камень, но сколько раз от моего имени говорили то, что я никогда не думал говорить. И никогда не рассуждал так. Ты мне такое сказал, что я разбился, что я сказал. Да говорю, никогда не думал говорить о том. Если я говорил, или не в контексте, или перевернули, что я уже совсем, у меня головы нету, что ли, что такие вещи говорят. Так что брать ему драгоценные камни, но мы не так счастливаем, чтобы друг разбивать головы друг через друга. Вы поняли меня, что я говорю? И вы не один раз такое испытывали, когда вам говорили о ком-то. А в самом деле это было совершенно не так. я помню когда-то один случай такой, это не в нашей церкви, я уже не говорю ситуацию, которая была. Через три года узнает брат, что сестра имеет против. Это было не молодежь, это были пожилые люди, женатые, там уже не было любви, как сегодня, вот в этом направлении много проблем бывает. А я на тебе имею, что ты имеешь? Вот ты такое сказал? Говорит, сказал, ну как я сказал? Он объясняет, как он сказал, а я три года носила в сердце, оказывается, то сказал, вырвали кусок и сказали. Он сказал, правда, ну как сказал? Я же сказал, твой сон защитит тебя, а не так, как тебе передали. Вот так часто бывает. И надо хотелось, чтобы были не камни, да что-нибудь помягче, чтобы не так по голове били. Но мы камни, живые камни, драгоценные камни, твердые камни. И очень глубоко проникает очень часто. Потому что мягкое, но далеко не проникнет, правда? А уже камнем хорошо дать, достигнет хорошо, заболит хорошо. Еще раз перечитаю этот текст Писания. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчастьем. Вообще-то и слова можно назвать камнями, но у меня сегодня одна цель. Мы камни. И я думаю, я сегодня даже этот текст цитирую, я не сказал того, что не бывает в жизни. Это проблема, это то, с чем мы сталкивались все. Это то, от чего нам больно часто бывало. Следующий текст, который я читаю, будет из книги Езекииля. Бог поможет уже сегодня кончить камнями. Уже поглядел последняя страничка. Езекииль, 13 глава, 10-16 стихи. За то, что не вводят народ мы в заблуждение, говоря, мир, тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажите обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее, и вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, почему так говорит Господь Бог? Я пушу бурный ветер в огне моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И вот смотрите, стена, эта стена сложена с камней, но Бог так сделал, и мы сегодня благодарны Бог, что так сделал, что никто не видит нашего сердца. В храме там кедровые доски были, у нас вот эта плоть как обмазка, ну и стены тоже, обычно штинкуют стены, правда? И вот все дело было в том, для защиты, для красоты, и все дело было в том, что обмазывали грязью. Что здесь названо грязью? Пророчество грязью названо, потому что оно было ложное, вы говорили мир, 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 то есть обмазывали, чтобы трещин не было видно, чтобы заделать те повреждения, но вот то, что вы делали, это грязь была, и вот пойдет проливной дождь, пойдут градины, и есть, если бы это была обмазка настоящая, они могли высмыть? Нет, но так вот была грязь, обнаружится все, что внутри. Как все-таки надо быть внимательным, чтобы наши стены не были обмазаны грязью? Как сегодня я беру свое служение сегодняшнее? Как сегодня людям часто не нравится, когда обнаружатся, что они несвободные люди? Как бы им хотел, чтобы им сказали, что вы свободны? Я не могу. Ну как? Я столько лет верующая. Ну как? во мне не дух смятой живет. Я говорю, не через твои уста было сказано, что я род, я дух родов, потому что я говорил через тебя, что ли? Ну не может быть. Может быть. Я не собираюсь закрывать то, что есть. И лучше, я часто повторяю, лучше горкая правда, чем сладкая ложь. Кому нужна эта обмазка с грязью? Она никому не нужна. А правда, как горькая не была, это есть правда. И сегодня Господь еще раз напоминает. Мы сегодня служителя, пророки, сосуды и строения. И я сегодня могу не говорить правду, а грязью обмазывать. А потом подойдете к вешности, а Бог скажет, а места вам здесь нет, у вас то, 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 то. Будете говорить, а то он виноват, а то он замазывал грязью, а то настоящее, что было. Вы хорошо понимаете, о чем я веду речь? Сегодня очень любят проповедник, которые говорят правду. Такое время пришло. А ведь проповедники могут обмазывать грязью. Когда человеку надо сказать покайся, вот это грех, вот это и то, то. Они говорят, слава Богу, не обращайте внимания, Бог милостив, Бог спасет. То же грязь. Грязь. Несмотря на то, что мы взяли Слово Божие. Вы помните место Священного Писания, которое говорит так, что закон Господин у нас, а вот лыживая трость книжников и его превращает в ложь. Вы помните это место Писания? Я думаю, самые ценные люди, которые говорят правду, несмотря на то, как их воспринимают, прямо говорят. Я не говорю, что все люди, которые говорят прямо, это ценные люди. Есть люди, которые прямо говорят такое, которого никогда в жизни не было, но они считают, что они герои, потому что я говорю, что думаю, то говорю, а думаю, не дай Бог, что Тут никакого подвига нет в этом случае. Лучше было, чтобы ты не говорил. А вот когда ты видишь то, что есть на словании Слова Божия, это ищена Божия, вот тогда это и является тем служением, которое Господь хотел бы видеть. Все остальное это будет грязь. Это будет то, что не удержится. И, наконец, я читаю еще один текст Писания. Исайя, 30 глава, 13 стих. То беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трешкина, обнаружившееся в высокой стене, которая разрушение ставит внезапно в одно мгновение. Почему? Потому что было трешкина в камнях, но она была замазана грязью. Грязь это не материал, который может удержать камни, которые потрескались. Если бы она была открыта, эта трешка, не была замазана, то кто-то обратил бы внимание или заменил бы этот камень, или что-то сделал бы, чтобы этот камень восстановить, укрепить его, не было бы. А так, у человека трешкина. Ну, будем говорить, пророк замазывает грязью, а он разгнимается внутри. И однажды будет разрушение. Почему? Потому что кто-то не показал на эту трешкину в стене. Ну, а трешкина в стене? Это же камни трескаются. Правда, бывает трешкина и по извести, когда любви не хватает той полноценной. И это может быть. Но здесь как раз прежде идет о камнях, которые скрывают вот это замазка. Амос 9 глава 11 стих. Еще один стих и все. Вы уже будете избавлены от камней. В тот день я восстановлю скинью Давидову падшую, заделаю трешины в ней и разрушенные восстановлю и устрою ее, как в дни древние. Но для того, чтобы Господь это делал, надо сам признать, что есть трешина. И жить такой открытой жизнью, чтобы кто-то тоже мог видеть твою жизнь и смог помочь. Поэтому пусть Господь вас благословит. Уже к камням, наверное, обращаться не будем долгое время. И пусть у вас не будет никаких трешин в отношениях. Пусть внутри черта не будет этих трешин. Не делайте друг друга камнями, чтобы разбивать головы. И пусть мы, как камни живые, подвергшиеся обработке Божией, однажды будем вложен в то прекрасное строение, которое уже сожидается без всякого стука, без всякого шума, без числа, но укладывается в строение, которое есть в Церкви Божьей. Да благословит вас всех Господь. Аминь.